Каховская ГЭС уничтожена полностью. Сейчас из воды видна только верхушка опор дамбы. Из 28 пролетов разрушены 11, а ширина пробоя 177 метров. Между тем, эксперты говорят, что вода будет продолжать пребывать еще в течение четырех дней. И Киев, и мировое сообщество назвали подрыв военным преступлением, которое привело к экологической и гуманитарной катастрофе. Об этом мы поговорили с главой Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимиром Песенко. Многие эксперты сходятся во мнении, что подрыв Каховской ГЭС – это попытка России оттянуть начало контрнаступления. Украинский политолог Владимир Песенко ссылается на пропагандистские источники – провоенные телеграм-каналы. Вчера они сообщали, что украинские войска создали плацдарм на левом берегу Днепра, в районе поймы Днепра. Вот там, где Днепр впадает в Черное море, это уже за Херсоном, ну, начинается в районе Херсона. Кто бывал, может быть, знает, как раз уже там в районе Херсона начинается пойма Днепра, когда Днепр разветвляется на множество рукавов. Там были шикарные дачи у многих. Вот был один из районов города Херсон, который сейчас подтоплен, район Корабел. Вообще, я вам скажу, места… Я там бывал когда-то, прекрасные места, там пеликаны есть, и вообще великолепное место. Вот сейчас, да, и там, я так понимаю, были определенные возможности для украинских войск совершить форсирование Днепра. Не в открытой местности, вот как в степных районах, а под прикрытием плавней, потому что там много зарослей, кустарники и так далее. Можно скрытно выйти на левый берег Днепра и создать там плацдарм, причем это возле Крыма, возле административной границы с Крымом. И вот именно российские источники вчера сообщили о том, что якобы создан такой плацдарм украинскими войсками. И сегодня же ночью произошло разрушение Каховской ГЭС. Я думаю, главная цель была через затопление нижней части Днепра, особенно района поймы Днепра, не допустить форсирования Днепра украинскими войсками и не допустить атаки в тыл российских войск через пойму Днепра. И атаки, которые могла бы вывести украинские войска прямо на административную границу с Крымом. Вот это главная военная цель. Понятно, что затопление левого берега, оно создает определенные проблемы для России в том числе. В частности, на перспективу, не сейчас, позднее, вот я думаю, где-то на июль месяц и на август, это может создать проблемы с водообеспечением для Крыма. Но сейчас, мне кажется, Кремль это не волнует. Кремль озабочен сугубо решением военных задач. Судя по всему, после весны были дожди. Водохранилища в Крыму сейчас имеют необходимые запасы воды. Но это только начало июня. Опыт показывает, как только начинается летняя жара, начинаются засушливые недели, все, воды станет гораздо меньше. Главная проблема для Крыма не на сегодня, на перспективу. Вот на июль, на август и позднее. Это то, что через Крымский канал не будет поступать Днепропская вода. Вот это главная проблема. Но это ведь и раньше было. Сказать, что вот это как-то катастрофично, это проблемно очень для Крыма. Но не катастрофично. Ну и точно для Украины это не стратегическая цель. Потому что то, что происходит, это крупнейшая техногенная и экологическая катастрофа. Не только для Украины. Я думаю, что и для всей Европы. Может быть, даже для мира. После Чернобыля. Реакция Рафаэля Гросси, главы МАГАТЭ, была довольно сдержанной. Но он намерен прибыть на ЗАЭС уже на следующей неделе. По мнению Фисенко, его визит может стать поводом для ужесточения санкций против России. И добавляет под угрозой, ведь не только Херсон, а Николаев, Никополь, Кривой Рог. Ниже по течению, ниже Каховской ГЭС, там потоп, там затопление. А выше возникает проблема с водой. Кстати, отмечу, тоже проблема для Украины. Это то, что возникают проблемы с водообеспечением для таких крупных городов и важных индустриальных центров, как Кривой Рог и Никополь. Вот для них это проблема, потому что они воду получали тоже из Каховского водохранилища. И для Запорожской АЭС тоже возникает проблема. Пока потенциально. Мы не знаем, насколько обмелеет водохранилище. Но может возникнуть ситуация критичная, когда не будет хватать воды для охлаждения. Слава Богу, сейчас Запорожская АЭС не работает. Если бы она работала, воды бы требовалось больше. И вот тогда бы точно был бы огромный риск. А сейчас, если воды не будет хватать, я так понимаю, судя по тому, что пишут эксперты, будут выгружать ядерное топливо. Ну, то есть, фактически, Запорожская АЭС полностью будет выведена из строя. Посмотрим, что будет дальше. Риски есть. Я не берусь их оценивать, потому что это лучше сделать специалистам по ядерной энергетике. Но, конечно, потенциальный риск есть. Посмотрим, что будет дальше. Но возникает, на самом деле, очень много рисков. Экономические риски. Потому что разрушается годами создаваемая еще с советских времен система орошения южноукраинских территорий. Потому что там орошаемые земледелия. Например, вот там район Мелитополя, всем известные черешни. Раньше украинцы ее ели, сейчас в Москву ее поставляют, оккупированный регион. Но орошаемые земли. Пшеница, другие зерновые, арбузы знаменитые херсонские и так далее. Везде вода необходима. Вот сейчас экологи, российские экологи предупреждают. Там, где будет освобождаться земля, ну вот в Каховском водохранилище, там есть риск токсичных отходов. Ну потому что тоже район индустриальный. Какие-то отходы попадали, оседали в грунте. Сейчас они будут попадать в воздух. Ну потому что будут на воздухе высыхания. Так что для окружающей экологической среды огромный вред. Для животного мира, который там очень богатый, разнообразный. Так что негативных последствий будет очень и очень много. Украина и Россия обвиняют в произошедшем друг друга. Киев созывается в без ООН. Я советую, это легко проверить. Посмотрите российские телеграм-каналы. Ну официальные СМИ не являются нормальным источником. А вот телеграм-каналы, они в реальном времени сообщают. Мэр, точнее Гауляйтер, оккупированный Новой Каховки. Утром, в 6 часов утра, в 2 часа это произошло. В 6 часов утра он говорит, ничего нет, никаких обстрелов. Да, есть проблема. Вот он говорит, есть проблема. Но нет обстрелов. Вот у меня подозрение. И многие эксперты тоже об этом говорят. Что возможно россияне хотели сделать управляемый подрыв. Еще в прошлом году, когда российские войска уходили с правого берега, в том числе из Херсона, они подорвали, как раз вот в Каховской ГЭС, подорвали два пролета. И тогда это было сделано для того, чтобы не функционировала автомобильная дорога. Ну чтобы с правого берега нельзя было попасть на левый. Ну как всегда, на Дамбе есть автомобильная дорога. Вот подорвали два пролета. А теперь подорвали одновременно 11 пролетов. Сделать это ракетными ударами невозможно. Вот известная история по Крымскому мосту. Специалисты давно говорили, невозможно одним ракетным ударом разрушить Крымский мост. Это должны быть очень точные попадания. И одновременно сразу в очень узкий сегмент. Точно так же и вот с этой дамбой. Таким образом, одновременно 11 пролетов подорвать можно только путем минирования. Ракетными или артиллерийскими обстрелами это невозможно. Тем более, это было бы зафиксировано. Это надо, я знаю, два часа одновременно бомбардировать. И причем очень точно в очень узкое пространство. Поэтому наверняка это был подрыв вследствие заминирования. А заминирование сообщали еще в конце прошлого года. О том, что дамба Каховской ГЭС была заминирована. И вот сейчас они, кстати, взрываются. Вот есть кадры, как они взрываются уже после затопления. Теперь реакция международного сообщества. Ну вот Украина созывает Совет Безопасности ООН. Это сделано прежде всего для того, чтобы привлечь международное внимание к этой проблеме. И к ее огромным негативным последствиям. Но, естественно, не только в Украине, но, думаю, во всем мире не ожидают каких-то решений от ООН. Потому что в Совете Безопасности ООН Россия обладает правом ветра. Есть еще и Китай. На самом деле Пекину надо сейчас усилить давление на Москву, чтобы они иного глупостей не наделали. Я сейчас скажу каких. Уже есть информация о новых угрозах. Но на данный момент Россия может заблокировать любое решение Совета Безопасности ООН. Поэтому что может быть? Во-первых, конечно, это повод для новых санкций против России. Со стороны Европейского Союза, западных стран. Это наверняка произойдет. Необходима сейчас дополнительная помощь в Украине. Не только военная. Необходима помощь и технологическая. Ну, надо подумать, в каких формах для тех жителей городов, регионов, которые пострадают. В частности, это обеспечение водой. Надо сейчас решать эту проблему для Кривого Рога. Это город огромный, районный центр, но там живет более полмиллиона человек. Другой город, Никополь, тоже крупный индустриальный центр на берегу Днепра. Вот им надо сейчас помочь. Надо решать экологические проблемы, которые будут возникать. Это то, что вот сейчас, в ближайшее время. То есть вот совершенно верно, да-да. Поэтому вот на этом надо будет сосредоточить свое внимание. И, конечно, надо усилить давление на Москву. Максимально. Включая и работу с Китаем, потому что Китай тоже должен понимать. Если в России пошли на эту диверсию, чреватую глобальными последствиями, то они могут иного глупости наделать. И вот тут я обращу внимание. Появилась информация сегодня в российских СМИ о том, что якобы, по данным россиян, якобы Украина хочет использовать против России так называемую грязную ядерную бомбу. Ну, это говорилось и в прошлом году. Но тогда это была чисто пропагандистская операция. Шойгу звонил тогда коллегам в западных странах. Но сейчас это риск. Даже Пригожин, Евгений Пригожин записал видео, в котором сказал, что он опасается, что, как он сказал, их красавчики российские смогут сбросить, ну, по его выражению я цитирую, ядреную бомбу, ядерную бомбу, на российский регион. Это способ отвлечь внимание от катастрофы с Каховской ГЭС, обвинить Украину в преступлении против России. Но вот это очень цинично, конечно. Но кто его знает? Вот если Пригожин, я думаю, что ему просто слили информацию о такой провокации. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...